Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава Евангелия от Луки для библейского портала «Экзегет». Я читаю свой, пока что неизданный перевод с небольшими комментариями. Лука, конечно, синоптик, то есть один из трех евангелистов вместе с Матфеем и Марком, которые, в общем-то, во многом совпадают. Но интересно обращать внимание на отличия. Вот здесь отрывок, который мы прекрасно знаем в версии Матфея. «Однажды Иисус молился в некотором месте, и когда он закончил молитву, один из учеников попросил его, «Господин, научи нас молиться, ведь Иоанн своих учеников этому научил». Интересно, что опыт молитвы порождает и наставление в молитве, то есть не абстракция некоторая, а он делится опытом. Тот ответил, молитесь такими словами. «Отец, да будет свято Твое имя, да наступит Твое царство. Хлеб наш насущный давай нам ежедневно, и прости нам грехи наши, ведь и мы прощаем должников наших, и не дай нам впасть в искушение». Известная молитва Господня. Отличий, в общем-то, не очень много, и, наверное, не будем на них обращать внимание. Скажем, ведь и мы прощаем, а не как мы прощаем, да, потому что Лука, я уже говорил, он такой более оптимистичный, потому что как мы прощаем, это такое ограничение по степени, да, лишь в той мере, в которой я прощаю, я могу рассчитывать на прощение. А здесь, ну, я же прощаю как-то, значит, и ты меня прости. И, конечно, можно до бесконечности обсуждать, что такое насущный хлеб, бесконечное, действительно, количество толкований, но, мне кажется, самое разумное, тот, который нужен для существования. А дальше можно понимать, что буквально про питание, а можно понимать винасказательно, то есть все, что нам вообще нужно для жизни, в том числе духовной области. Не дай нам впасть в искушение. Вот Лука более тонкий богослов, чем Матфей, да, он хочет уйти от этой прямолинейности, не введи, вот, может быть, поэтому именно так здесь это и звучит. Еще добавил. Допустим, у кого-то из вас есть друг, и вот вы придете к нему среди ночи с такой просьбой. Друг, дай мне три хлеба, а то сейчас зашел ко мне приятель после долгого пути, а мне нечем его угостить. И вот он вам ответит. Не беспокой меня, дверь заперта, дети вместе со мной в постели, я не могу встать и дать себе хлеба. Ну, то есть, постель у них одна, и дети вместе с ним спят. Говорю вам, может, он не станет вставать и давать вам хлеб просто по дружбе, но ваша настойчивость его заставит встать и дать вам все, что нужно. Все равно вы ему спать не дадите, правильно? Так уж лучше отвязаться. Вот у меня дома два кота, они действуют по той же модели. Не давайте людям спать, пока те не встанут и не покормят их. Вот смотрите, а ведь это комментарий к молитве Господней, правда? Такой бытовой. Нет, я понимаю, если бы было написано, непрестанно молитесь, потому что Отец ваш небесный, допустим, благоволит к молящимся, ему было бы нормально. А сцена почти комедийная. Вот ночью кто-то приходит и просит у вас хлеба. Вы, конечно, очень недовольны этим обстоятельством, правда? Ну, что-то заранее нельзя было, в конце концов. Что это к нему там ночью шляются непонятные какие-то приятели? Небось, в опивохе вообще нечего их кормить. Может быть, Бог так относится к нашим просьбам, да? Вот почему Бог здесь оказывается в роли вот такого резонера, который прогоняет своего приятеля. Но мы же понимаем, что любая притча – это не характеристика тех, кто в этой притче присутствует. Иначе бы у Луки очень много притчей, больше, чем у всех других евангелистов. Иначе бы мы, конечно, в некоторых случаях просто вставали в тупик. Но начиная с сеятеля, который сеет и бросает зерна, куда попало. Он что-нибудь сеять не умеет? Ну, дай научись сначала сеять, потом уже занимайся этим делом. Но нет, это не про то, какой сеятель. Это некоторое подобие. Ну, вот просто по дружбе недостаточно. А неотступность она заставляет дать. Получается, заставить Бога дать тоже как-то звучит немножко коряво, как-то недостойно. Манипулировать Богом – ничего себе задача. Опять-таки, дело не в этом. Дело в том, что часто люди не получают то, чего они просят. Но не получил, пошел дальше. А этот просит дальше, пока не получит, до результата. Вот, собственно, то, что эта притча призвана, наверное, передать. Так что скажу вам, просите, и вам будет дано, ищите, и вы найдете, стучите, и вам отворят. Кто просит – получает, кто ищет – находит, кто стучит – тому отворяют. Вообще-то, практика нашей жизни показывает, что нет. Очень часто человек просит, а не получает, стучит ему – не отворяют и так далее. Вот, не знаю, здесь дан какой-то идеал, здесь дана какая-то картина, которая расходится с нашим личным опытом, или это намек на то, что, может быть, недостаточно просили, недостаточно стучали. Нет, ну, мы понимаем, что есть такие двери, я не знаю, там какой-нибудь стратегический пункт, да, командный, в который ты можешь хоть головой биться с разбега, тебе не откроют, если ты не уполномочен туда входить. Но вот с Богом, наверное, не так. Почему? Потому что стратегический пункт – это чужие. Есть ли среди вас такой отец, чтобы в ответ на просьбу сына о рыбе дал ему вместо рыбы змею? Или на просьбу о яйце дал скорпиона? Хоть вы и дурные люди, но умеете давать своим детям благие дары. Насколько же, вернее, отец ваш наделит духом с неба тех, кто у него попросит? То есть отец-то дает своим детям, чего они просят? Ну, особенно если настойчиво, да. Однажды Иисус изгонял бесы, этот был бес немоты, но тогда было представление, что, в общем-то, многие, если не все болезни вызваны какими-то бесами, человек был нем, да, поэтому в нем бес немоты. Когда он вышел из немого, тот заговорил к удивлению толпы. Интересно, что, кстати, с нашей современной точки зрения, наверное, это просто было какое-то явление физиологического плана, да, то есть мы бы, может быть, не стали это описывать как некоторого беса, но бес здесь и не говорит, как в других местах, где бесы действительно делают заявление. И вот некоторые там сказали, что он изгоняет бесов властью Вильзеула. Главного среди них Вильзеул – это одно из имен дьявола, переиначенное немножечко языческое наименование Ваала, и, собственно говоря, ну, вот такая обзывалка даже, да, для сатаны. Властью Вильзеулу, то есть фактически его посланник, его представитель, едва ли не сам этот Вильзеул. А другие его искушали, просили у него знамение с неба. То есть, понятно, для одних добро – это зло, а для других добро – это повод для развлечений, для того, чтобы просто посмотреть на что-то интересное. Но он, зная, о чем они думают, сказал им, «Всякое расколовшееся царство опустеет, расколотый дом рухнет. Если сатана разделился, как устоять его царству? Вы ведь говорите, что я изгоняю бесов властью Вильзеула. Если я изгоняю бесов властью Вильзеула, то чьей властью это делают ваши же сыновья? Вот они-то и будут вам судьями», имеется в виду, видимо, и ученики, которые делают то же самое. То есть, вы про меня так думаете, но ладно, а ваши дети – это вы их, собственно, наделили этой властью Вильзеула. «А если я изгоняю бесов в персту Божьем, значит, достигло вас царство Божье». Тоже интересно, да? Вот люди видят какое-то удивительное событие, да? И можно в этом увидеть приход царства Божьего. А можно опушлить все, как-то вот описать с точки зрения собственной испорченности. Да, это Вильзеул, это сатана. «Если сильный и вооруженный человек охраняет свой дом, его имуществу ничто не угрожает. Но если придет кто-то еще сильнее и его победит, то заберет все оружие, на которое полагался хозяин дома, а его имущество будет разделено как добыча». Ну, то есть, соответственно, если разделено что-то, то тот, кто это охранял, то чье оно было, побежден. Если царство Вильзеула разделило, значит, Вильзеул побежден. А кто же его победил? «Подумайте об этом», — предлагает он. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не приобретает со мной, тот теряет». Смотрите, в Евангелиях встречаются два выражения, похожих, но радикально различных. «Кто не против вас, тот с вами», и «кто не со мной, тот против меня». Звучит очень похоже, но первый смысл такой инклюзивный, да, первое выражение. То есть, кто не против, тот за, а второй, он очень сужает число сторонников, кто не за, тот против. Ведь большинство людей всегда не за и не против, они как бы нейтральны, они своими домашними делами заняты, личными. И получается, они либо сторонники, либо противники. Но здесь важен контекст, то есть контекст, где благое деяние Иисуса описывается как действие сатаны. И поэтому любой, кто не признает его благость, фактически соглашается с этим утверждением. Значит, это не глобальная какая-то парадигма, да, кто не со мной, тот против меня. Вот любой человек, который немедленно не принимает всего сказанного Иисусом, а кто вот не согласен с тем, что добро есть добро, тот действительно оказывается противником этого добра. И дальше такое рассуждение. «Когда оставляет человека нечистый дух, он скитается по безводной пустыне и не может найти себе покоя. И тогда решает вернуться домой, откуда вышел, и по возвращении находит этот дом пустым, прибранным и украшенным. Тогда он отправляется, прихватив семь духов еще злее, чем он сам, занимает этот дом и обитает там. А для человека это еще хуже, чем то, что было прежде». Ну, мы, конечно, можем легко себе набрать какое-то количество примеров из личной жизни или там из истории, не знаю, да, вот от чего-то. Избавился человек или целое сообщество и на радостях, что называется, расслабился. И тогда с ним происходит еще худшее, чем было до того. Но при чем здесь это? Вот разговор шел про Вильзевула, про то, что с точки зрения некоторых людей Иисус его властью изгоняет бесов. А здесь разговор о том, что да, бесы изгнаны, вот из конкретного человека изгнан конкретный бес. Но итогом может стать еще нечто худшее, да, что тут не ситуация какого-то вот такого шоу, да, где само по себе это событие и составляет единственный смысл, единственную цель. А вот это событие, это некоторый пролог к тому, что будет дальше. Вот еще надо посмотреть, что будет дальше. Еще когда он это говорил, одна женщина из толпы воскликнула, благо той, кто носила тебя в очреве и кормила грудью. А он ответил, иметь в виду, конечно, Мать Иисуса. А он ответил, те, кто слышат Слово Божье и соблюдают Его, те еще блаженнее. Но такое естественное женское желание, да, вот как же повезло маме этого человека, думает она. И Иисус обращает внимание, что, в общем, дело не в родственных связях, что тот, кто исполняет Слово Божье, тот сам присоединяется к этой семье. Стали вокруг него собираться толпы. Он обратился к ним. И дальше неожиданное такое обращение. «Род этот, злой род, ищет знамений, но не будет ему дано иного, кроме знамений Ионы». Иона, естественно, пророк, который три дня провел в очреве огромной рыбы. Иона стал знаменем для жителей Ниневии. Таким же станет и сын человеческий для этого рода людей. Что значит, что он стал для них знаменем? Он привел их к покаянию. Дело не в том, вот все разговоры, да, про внешний эффект. Дело не в том, как это выглядит. Дело в том, к чему приводит. «Южная царица» — это, ну, или «савская царица», как обычно ее упоминают. Она в рассказе о Соломоне, та, кто приходила к Соломону, чтобы набраться от него мудрости. «Южная царица» в день суда пробуется вместе с этим родом людей, осудит их. Ну, она язычница, наверное, была. Но вот и она более праведно окажется, чем эти израильтяне. Потому что она пришла от края земель послушать мудрость Соломонова. А здесь тот, кто больше Соломона. В день суда ненавитяне, которым Иона проповедовал, станут рядом с этим родом людей и осудят их, потому что проповедь Иона привела их к покаянию. А здесь тот, кто больше Ионы. Смысл понятен. То есть, израильтян могут осудить те, кто, в общем-то, формальные язычники, потому что они в своем месте, в свое время приняли проповедь. «Никто не прячет зажженный светильник в потаенном месте, не накрывает сосудом. Светильник ставят на подсвечник, чтобы все, кто войдет в дом, увидели свет. Глаза дают свет всему твоему телу». Но первое вполне понятно. Если ты свет, то ты на виду. А что значит «глаза дают свет твоему телу»? Было представление, что в древности, что как человек видит, что вроде бы глаза испускают какое-то сияние. Иногда посмотришь на человека, у него правда глаза сияют от радости и счастья. И возвращение этого света глаза воспринимают как зрительный образ. Это, конечно, физически или физиологически не точно. Но, с другой стороны, если так посмотреть с точки зрения психологии, весь правда во взгляде человека читается невероятно много. И в каком-то смысле тот свет, который человек излучает в этот мир, конечно, не физический свет, не то, что он источник света, но вот то, что он этому миру показывает, являет, в глазах отражается больше всего. А то, что мир воспринимается им через глаза, так это и вовсе очевидно. Итак, глаза действительно дают свет всему телу, если понимать не физиологически. Так что, если взгляд твой бесхитростен, то и все тело будет светлым, а если взгляд твой злобен, то и все тело будет темным. Мы бы скорее сказали наоборот. У дурного человека и взгляд такой тяжелый, злобный, да? А здесь все зависит от взгляда. То есть, как ты воспринимаешь мир, так ты себя ведешь в конечном итоге, да? Смотри, чтобы твой внутренний свет не оказался тьмой. Ну, то есть, то, что для тебя важно, светло, что ты воспринимаешь, как что-то для себя самое ценное, чтобы оно не было тьмой. Нередко бывает так, что человек что-то вот очень пропагандирует, как действительно некоторую свою идеологию, идею, часто религиозную, но на проверку это оказывается тьмой, а не светом. Итак, если все твое тело, ну, здесь, конечно, тело не в смысле там руки светятся, ноги светятся, а в смысле вот вся твоя личность, вся твоя жизнь. Если все твое тело исполнено света и нет в нем никакой частицы тьмы, то будет оно все светлым, как если бы освещал тебя светильник. То есть, не нужен какой-то внешний источник света, он может быть в тебе. И не случайно это появляется после рассказа о том, как молиться. А где этот источник света искать? Ну, когда он это говорил, его пригласил один фарисей у него отобедать. Фарисеи же вообще плохо относились к этим проповедям, но важно, что не все одинаковые. Вот мы часто смотрим, ой, он такой-то. Дальше следует ярлык, неважно. Сами найдите любой ярлык. Вот людей, которые вам особенно неприятны. Да, допустим, он такой-то, но как личность, он может быть совершенно неравен вашим представлениям об этом. Но, правда, фарисей здесь нельзя сказать, что прямо был какой-то вот очень благочестивый, но Иисус к нему пошел. Благочестивый в смысле склонности воспринимать проповедь Иисуса. Но Иисус к нему пошел, то есть не отказывается даже и с таким человеком общаться. Иисус пришел и расположился за столом. Фарисей увидел, что перед обедом он не совершил омовение и удивился. Вообще-то перед едой надо мыть руки, но для фарисеев это прежде всего ритуальное омовение, неизвестно, с чем ты соприкасался на пути, но как мы это физиологически понимаем, да, надо помыть руки, потому что какая-то грязь попадет, и в рот потянешь ее. Но они понимали это скорее ритуально. Отказываются от омовения, это основное правило, одно из. А Господь ему сказал, вы, фарисеи, снаружи очищайте свои чаши и поднос, а внутри вы полны жадности и злоба. Естественно, идет речь про действия ритуальные, но и смысл их, да, вот очищайте, чтобы быть чистыми, но внутри-то вы полны жадности и злоба. Безумцы, кто сотворил внешнее, не он ли сотворил и внутреннее? Что до содержимого ваших блюд, подавайте милостынь, и все у вас будет чистым. Ну вот, неизвестный один человек, который объясняет, как сделать любое блюдо постным, отдать половину бедняку по книге Исаии, с голодным разделе хлеб твой. То есть дело не в том, что там вот, все ли там кошерно, как у иудеев, все ли там постно, как у православных, все ли там, я не знаю, зожно, как у современных сторонников здорового питания. Ну, конечно, не все. А как это сделать? Подавайте милостыню, то есть делитесь, не сосредотачивайтесь на вот этой своей праведности, вот в микроскоп просматривать все, что у тебя на тарелке, а отдавай, и все будет чисто. Горе вам, фарисеи, вы даете десятину с мятой, рутой и прочей зелени, но мята, рутой – это приправа, конечно, то есть мельчайшая вещь, десятину было предписано давать, но, наверное, имелось в виду давать десятину там от хлеба, от, я не знаю, мяса, денег, ну, то есть от каких-то вещественных, таких существенных видов прибыли, а вот от руты и мяты, конечно, смешно. Так вот, вы даете десятину с мятой, рутой и прочей зелени, зато оставили в стороне правосудие и любовь Божью. Следовало бы делать одно, но и другого не оставлять. Горе вам, фарисеи, любите вы председательствовать в синагогах и собирать приветствия на площадях. Горе вам, вы подобно неприметным гробницам, ходят по ним люди и сами того не зная оскверняются. Прикосновение к мертвому или к захоронению оскверняло человека, но если гробница, ну, обозначена как гробница, человек не прикоснется, а если она просто вот на земле, человек идет по земле по этой, он даже не понимает, что он топчет гробницу и оскверняется для фарисеев, как раз это было важно не оскверниться. На это ему сказал один из знатоков закона, учитель, эти твои слова обижают и нас. Он не фарисей, он принадлежит какой-то другой секте, может быть, саддукеем, а может быть, просто он как бы без, не все же в партиях состоят, без партийной, да, и просто вот он знаток закона, но он же тоже следит за этими правдами, поэтому вот никак не удастся сказать, как он фарисеев уел, он всех уел. Иисус ответил, и вам горе, знатоки закона. Вы взваливаете на людей тяжкий и неудобный груз, а сами одним пальцем не касаетесь этого груза. Заставляете исполнять, но не сами. И дальше немножко абсурдное, с нашей точки зрения, обвинение. Вы сооружаете гробницы для пророков, которых убили ваши отцы. Ничего плохого. Поставили памятник, обозначили свое отношение к этим пророкам, как к великим людям. Так вы подтверждаете и одобряете то, что сделали ваши отцы. Они пророков убили, а вы им соорудили гробницу. Ну и что? А вот смотрите, сооружая гробницу, как бы они говорят, вот хорошо, что этот человек умер. Знаете, сколько раз я слышал свой адрес? Это здорово, что вы толкуете Библию, только не надо ее связывать с современностью. Вот не надо нам этих намеков, вот как здесь и сейчас. Вот они давно все жили, эти фарисеи, саддукеи, там до этого гензфилистимляне, вот их очень хорошо Библия обличает, а мы здесь ни при чем. А мы соорудили красивый памятник надгробный и пошли заниматься своим делами. «Потому сказала премудрость Божия, я и посылаю к ним пророков и апостолов, они одних убьют, а других будут гнать. Пойдет на них кара за всякую кровь, пролитую пророками от сотворения мира, от крови Авеля и до крови Захарии, погубленного между жертвенником и храмом». Мы толком не знаем, кто это Захария, а Авель – это, конечно, первый убитый своим братом Каином. Да, говорю вам, спросятся с этого рода людей. А почему с них спросятся за кровь Авеля, за преступление, которое совершилось тысячелетия назад? Ну, наверное, не в том смысле, что вот конкретного книжника поведут в суд и будут обвинять в убийстве Авеля, это уже какое-то было бы извращение правосудия, но присоединяясь к этой традиции, даже просто на уровне строительства гробниц, то есть как бы вот поставить точку на пророческом высказывании, да, вот все, нам этого не надо, мы это захоронили и забыли. Вот это, значит, присоединится к тем, кто его убил, и поэтому ответственность, она каким-то образом наследуется, но не в смысле, что там потомки отвечают за конкретные поступки предков, а в том смысле, что потомки присоединяются, к сожалению, к этому. Да, говорю вам, спросятся с этого рода людей. Горе вам, знатокам закона, вы забрали себе ключи познания и сами не входите, и тем, кто хочет войти, мешаете. Ключи познания, то есть, ну, специалисты, да. Специалисты говорят, мы-то все это знаем, но вопрос от того, что вы это знаете, вы помогаете людям войти, или вы заперли, как гробницу поставили, вот и закон, и слово писания, вы заперли на ключ, ведь ключ у меня никому не дам. Ну вот, специалист может и так, и так поступить. Когда он вышел наружу, стали на него наседать книжники и фарисеи со своими расспросами обо всем подряд, они старались подловить его на ответе, чтобы обвинить. Вот смотрите, можно спрашивать честно, в надежде услышать ответ, а можно спрашивать, чтобы подловить, ага, что-то он не то скажет, вот тут-то мы его либо на суд кремленам отведем, либо народу объявим, что он там вот не так учит народ, он плохой, не надо с ним общаться. И интересно, что он при этом отвечает на эти вопросы. И отвечает иногда блестяще, часто переворачивая вопрос, то есть показывая проблему с какой-то совершенно новой стороны. Но об этом будет, конечно, в следующих главах. Субтитры создавал DimaTorzok